Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. По травам и кустам обшарили немецкие бинокли, Цветок в росинках весь к цветку приник, и пограничник протянул к ним руки, А немцы, кончив кофе пить в тот миг, влезали в танки, закрывали люки. Такую все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось? Я о другом не пел бы ни о чем, я славил бы всю жизнь свою дорогу, Когда б армейским скромным трубачом я эти пять минут трубил тревогу. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра, без всякого объявления войны, Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа Против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами! Давай, страна огромная, Давай на смертный бой! Фашистской силой темною, Тоглянною ворной, Пусть я власть благородная, Сливая, как полно идет. Идет война народная, священная война. 22 июня 1941 года. День, когда мир навсегда изменился. День, когда мальчики в один миг стали мужчинами. День, когда девочки стали старше, а чувство тревоги стало сопровождать всех и всегда неотступно. День страха и боли. День, когда началась война. День, который нельзя забыть. В память о погибших в страшных событиях тех лет на территории городского округа Мытищи проводится акция «Свеча памяти». Это не только знак общей скорби народов, победивших фашизм, но символ глубокой благодарности во имя будущего человечества. «Свеча памяти» зажигается в десятках стран мира. В нашем округе, в городском округе Мытищи, акция проходит юбилейный десятый раз. Слово предоставляется председателю управления Московской областной общественной организации, военно-патриотический центр «Граница» Вадиму Олеговичу Синицыну. Уже по доброй традиции, как здесь было сказано, в десятый раз, десять лет назад, я говорил эти же слова, что низкий поклон тем, кто пришел сюда в четыре часа утра «Почтить память воинов, встретивших грудью врага». Так же светило солнце, вставало солнце, так же пели птицы. И весь этот мир разрушили звуки винтов вражеских самолетов, пересечивших границу. За ними двинулась техника, пошла пехота. На долгие пять лет мы попали в ад. И этот ад мог бы разрастаться дальше, если бы не наши с вами деды и прадеды, Бабушки и прабабушки, отдавшие свои жизнь за великую победу. И низкий поклон их внукам и правнукам, которые хранят память об этом событии ежегодно, «Невзирая на то, что неудобное время, раннее время, в четыре часа утра вы приходите сюда и чтите память о них, чтите память об их подвиге, которые они совершили, о подвиге, который помог сохранить мир, мирное небо над нашими головами, о подвиге, который дал возможность родиться вам и продолжить свой род. Я думаю, что в рамках преемственности поколений, передачи этих традиций, молодое поколение примет эти традиции на себя и передаст своим детям. И также мы состаримся, мы уйдем. Также состарятся и те ветераны, которые могут присутствовать. Мы сейчас живем в уникальное время, мы еще можем живьем увидеть ветеранов и людей, которые участвовали в этих событиях, которые поочию могут передать на словах те ужасы, с которыми они столкнулись. И наша задача – эту память сохранить и передать будущим поколениям. Стихотворение собственного сочинения «Вспомню войну и победу» прочтет заместитель атамана отдельного казачьего общества Московской области, казачий полковник, писатель-журналист Ким Антипович Ярушко. Кстати говоря, Ким Антипович родился 22 июня 41-го года. Дорогие молодежь и присутствующие, прежде всего хочу сказать, что ровно 77 лет назад в одном из небольших придонских городков в больнице города Миллерово родилось 10 мальчишек. Все были удивлены, радовались и смеялись. Но через полчаса, когда они узнали, что началась война, все плакали. В конце войны из живых остался только я один. Потому что только через 8 месяцев немцы заняли городок и почти год хозяйничали в этом районе и вообще в придоне, во всем. Их было очень много. Операция была не совсем успешной нашего главного командования. Поэтому было взято в плен более 50 тысяч солдат и офицеров Советской Армии. Построено было три концлагеря. Из них один женский, в котором поместили этих военнопленных женщин и детей в одном из них. Я скажу, что 30 тысяч погибли в этих лагерях. И женщины, наши матери, они спасали многих, выдавая их за своих мужей. Была такая возможность. Это мы не должны забыть никогда. После ухода там шли ожесточенные бои. Потому что город был центральный железнодорожный узел, в котором сосредотачивались много войск. И этот узел связывал Миллерово, Ростов, Украину и Москву. Поэтому постоянные бомбежки, постоянные болезни вывели из строя многих людей, в том числе и гражданских жителей. Я хочу вам сказать, что многие даже не знают, что такое дети войны. К стыду к нашему, я, выступая в ряде школ, замечаю, что многие ребята мало знают героев нашей, мытищинской земли. В то время, как у нас очень много памятников. А многие даже не знают, что такое дети войны. А дети войны, это не просто, которые прожили во время войны. Где-то в Казахстане, еще где-нибудь. Это люди, которые прожили всю войну. И они явились частицей победы. Потому что каждый из солдат и офицеров думал о своей семье. Поэтому не обижайте своих дедов. Это дети войны, которые, может быть, иногда вам слишком скажут нравоучительные слова, не понравившиеся вам. Но есть традиции русского и казачьего народа. Уважать, старость, беречь стариков. Мы дети войны, то и большой сорок первым. Нас матери, деды от смерти спасли. Не знали они, сколько ждать до победы. Но жили, терпели, как только могли. Мы помним войну. И разруху, и голод. И время суровое в мирные дни. Игрушки, и стряпок, ненастья да холод. Такое в душе на всю жизнь сохраним. Не всех мы отцов дождались до победы. А время все мчится, и годы идут. Частенько друг другу желаем. Держитесь. Враги нас уже не найдут. Время суровое. Прошлые годы были для нашей страны. Взрывы снарядов. Большие невзгоды стали началом войны. А в сорок первом, когда отступали, Кровью покрыт был тот путь. Но Сталинград. Но врагу не отдали. Погибших уже не вернуть. Пули, а каски стальные стучали. Танки фашистов ползли. Частенько в обнимку со смертью бывало. Бывали сотни героев на небо ушли. И без расчетов, и без патронов Шли в штыковую в бой. Сметали врага пулеметные роты. Небо хранило их за собой. Алым рубином флаги горели, Чтобы воскреснуть в огне. Бойцы погибали. От звуки шрапнели. Спешили к победной весне. Уже позади фронтовые дороги. Победа. Уже позади фронтовые дороги. Победа. Наш праздник святой. Стоят победители. Лица их строги. С тяжелой военной душой. Уже отгремели майские огрозы. Напомнили всем о войне. Блестят ордена. Медали и слезы. Почетный. Салют в вышине. Чарку поднимем за нашу победу. За бойцов, победившей страны. Слава, память и честь, Кто отвел наши беды Во время суровой военной грозы. Спасибо. В Великой Отечественной войне Погибло свыше 27 миллионов людей. Помогают немного узнать О судьбах павших Фронтовые письма. Вот одно из них. Милая Танечка, Я не знаю, Прочитаешь ли ты когда-нибудь Эти строки. Но я твердо знаю, Что это последнее мое письмо. Сейчас идет бой, Жаркий, смертельный. Наш танк подбит. Кругом нас фашисты. Весь день отбиваем атаку. Улица Островского Усеяна трупами в зеленых мундирах. Они похожи на больших Недвижимых ящериц. Сегодня шестой день войны. Мы остались вдвоем. Павел Абрамов и я. Ты его знаешь. Я тебе писал о нем. Мы не думаем о спасении своей жизни. Мы воины и не боимся умереть за Родину. Мы думаем, Как бы подороже немцы заплатили за нас, За нашу жизнь. Я сижу в разрешеченном и изуродованном танке. Жара невыносимая. Хочется пить. Воды нет ни капельки. Твой портрет лежит у меня на коленях. Я смотрю на него, На твои голубые глаза. И мне становится легче. Ты со мной. Мне хочется с тобой говорить Много-много. Откровенно. Как раньше, там, в Иваново. 22 июня, когда объявили войну, Я подумал о тебе. Думал, когда теперь вернусь. Когда увижу тебя. И прижму твою милую головку к своей груди. А может никогда. Ведь война. Когда наш танк впервые встретился с врагом, Я бил по нему из орудия. Косил пулеметным огнем, Чтобы больше уничтожить фашистов И приблизить конец войны. Чтобы скорее увидеть тебя, Мою дорогую. Но мои мечты не сбылись. Танк содрогается от вражеских ударов. Но мы пока живы. Снарядов нет. Патроны на исходе. Павел бьет по врагу прицельным огнем. А я отдыхаю. С тобой разговариваю. Знаю, что это в последний раз. И мне хочется говорить долго. Долго. Но некогда. Ты помнишь, как мы прощались? Когда меня провожала на вокзал? Ты тогда сомневалась в моих словах, Что я вечно буду любить тебя. Предложила расписаться, Чтобы я всю жизнь принадлежал тебе одной. Я охотно выполнил твою просьбу. У тебя на паспорте, А у меня на квитанции стоит штамп, Что мы муж и жена. Это хорошо. Хорошо умирать, Когда знаешь, что там, далеко, Есть близкий тебе человек. Он помнит обо мне. Думает. Любит. Хорошо любимый людьми. Сквозь пробоины танка Я вижу улицу, Зеленые деревья, Цветы в саду, Яркие и яркие. У вас, Оставшихся в живых, После войны жизнь будет Такая же яркая, Красочная, Как эти цветы, И счастливая. За нее Умереть не страшно. Ты не плачь, На могилу мою Ты, наверное, не придешь. Да и будет ли она Могила-то? Танкист Голиков, Июнь Сорок первого года. Слово предоставляется Руководителю Военно-исторического музея Студии «Штандарт» Юрию Николаевичу Горлову. Мы помним, Что 77 лет назад Началась война. Но она не закончилась С победой в 45-м. В народе говорят, Что пока не захоронен, Не перезахоронен Последний солдат, Покибший на поле брани, Война не закончилась. Имена ваши Мы нанесем На гранитные плиты, На бетон и на мрамор И в пламен металл Повторим нашу клятву. Никто не забыт И ничто не забыто И добавим Без вести Никто не пропал. Трудно и горько Говорить сегодня. Мы все скорбим. И приходят на ум Слова Роберта Рождественского. Это память Верьте, люди Всей земле нужна Если мы войну забудем Вновь придет война С 29-го года Я работала на железной дороге Помощником машиниста. В то время Женщин-машинистов Не было нигде В Советском Союзе А я мечтала Я была первая Женщина-машинист Мы с мужем ездили по очереди Потому что у нас уже был ребенок И мы застроились так Если он поехал Я с ребенком Я поехала Он дома сидит Как раз в тот день Муж вернулся А я должна была ехать Утром проснулась Слышу Что-то ненормальное на улице Шумно Включила приемник Война Я к мужу Леня, вставай Война, вставай Война Он побежал в депо Приходит весь в слезах Война, война А ты знаешь, что такое война Как быть? Куда девать ребенка? Эвакуировали меня с сыном В Ульяновск В тыл Вы не поверите Пожила я там немного Полгода не пожила Больше не могу Как же все защищают родину А я дома сижу Приехал муж Что, Маруся Будешь в тылу сидеть? Нет, говорю Поедем В это время Организовывалась колонна Особого режима Для обслуживания фронта Мы с мужем Попросились туда Муж был старшим машинистом А я просто машинистом Четыре года в теплушке Ездили и сын вместе с нами Он на меня за всю войну Даже кошку не видел Когда поймали под Киевом кошку Наш состав Страшно бомбили Налетело пять самолетов А он обнял ее Кисонька милая Как я рад, что я тебя увидел Я не вижу никого Ну посиди со мной Дай я тебя поцелую Ребенок У ребенка все должно быть детское Он засыпал со словами Мамочка, у нас есть кошка У нас теперь настоящий дом Нас всегда бомбили Обстреливали из пулеметов И стреляют по паровозу Им главное убить машиниста Уничтожить паровоз Самолеты опускались низко и били по теплушке И по паровозу, а в теплушке мой сын сидит Я больше всего боялась за сына Не описать Когда бомбили, брала его из теплушки с собой на паровоз Схвачу, прижму к сердцу Пусть убьет одним осколком Но разве так убьет? Поэтому, видно, и живы остались Как страшно иметь одного ребенка Как глупо Вот мы сейчас живем Я живу с семьей сына Кто был на войне, тот знает, что такое расстаться на день Всего на один день Мария Александровна Арестова Машинист Из книги Светлана Алексеевич У войны не женское лицо В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину О тех, кто умер от мучений и пыток в фашистских лагерях Кто сгорел в газовых камерах и взорвался на снарядах Кто бросался под танки и своим телом защищал от обстрела детей и стариков В память о них сегодня по всему миру зажгутся миллионы свечей Отрывок из стихотворения Роберта Рождественского реквием Читают Надежда Жгулева и Ангелина Коротких Воспитанники МБУ МЦ «Маяк» Помните, через века, через года, помните О тех, кто уже не придет никогда, помните Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны В памяти павших будьте достойны, вечно достойны Хлебовые песни, местой и стихами, жизни просторной В каждой секунде, в каждом дыхании, будьте достойны Люди, покоя сердца стучаться, помните Какой ценой завоеванное счастье, пожалуйста, помните Песню свою отправляю в полет, помните О тех, кто уже никогда не споет, помните Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили Во все времена бессмертной войны, помните К мерцающим звездам, ведя корабли, о погибших, помните Встречайте трепетную весну, люди земли Убейте войну, прокляните войну Мечту пронесите через года и жизни наполните Но тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните В память о падших объявляется минута молчания Спасибо 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 вам за тишину, за наше небо голубое, за то, что страшную войну сумели мир прикрыть собой Именно сегодня все люди зажгут свечи, как символ огня Победы, в знак благодарности и вечной памяти за светлое и мирное небо, за наше счастливое будущее В память о погибших и не доживших до светлого праздника Дня Победы приглашаем всех участников возложить Свечи голубь мира Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Все эти свечи Это те долгие, холодные, страшные дни Которые длились для наших солдат как вечность Их военный и трудовой подвиг навсегда останется в сердцах поколений Слово предоставляется настоятелю храма новомучеников и исповедников российских В поселке-поведнике городского округа Мытища священнику Симеону Банкову Дорогие братья и сестры Сегодня Самый слезоточивый день в году И, конечно, прежде всего мы вспоминаем тех Кому обязаны жизнью, миром, независимостью Сегодня, конечно, особый день Совсем недавно я познакомился с нашим литературно-художественным объединением Они издают замечательный альманах, он называется «Полдень» В нем был один удивительный рассказ О солдате, которого нашли нетленным Каждый, кто хоть немножко знаком с жизнью церкви, знает Что нетленность – один из признаков святости человека И автор этого произведения фактически повествует Историю своей семьи И рассказывает, что после того, как военные нашли этого солдата Мягко говоря, те, кто его нашли, были в шоке Нашлись родственники этого солдата Нашлась его старшая сестра, которая о нем рассказала И вот все это я вспоминаю прежде всего для того Чтобы мы с вами дрожали над миром В самом хорошем смысле этого слова Часто мы бываем чрезмерно агрессивными И это, наверное, не только когда-то было Военная угроза то, с чем мы живем сейчас Не мне вам рассказывать, что мы – страна воюющая И сегодня в том числе И сегодня молодые и красивые голову свои складывают ради своей страны Это священный долг Этому невозможно научиться Это приходит иногда в самый экстремальный момент И тот самый троечник и невзрачный юноша На которого никто не мог сказать, что он станет героем В один момент мог им быть Стать Сегодня, пожалуй, тот день, когда Никакие самые проникновенные слова Не могут описать то, что произошло тогда Но у нас есть не только долг перед павшими У нас есть еще право обратиться к Богу У нас есть возможность о наших проблемах с Ним говорить И первейшая наша проблема состоит в том Что мы все очень хотим сберечь наш народ Именно поэтому Постоянно говорим о том Какой должна быть наша жизнь Если мы откроем Священное Писание Мы увидим парадоксальный факт До тех пор Пока люди были верны заповедям Божьим Они были непобедимы Как только грех становится нормой Самая Выдающаяся в техническом смысле армия Бывала повержена И это случалось не единожды и не дважды Именно поэтому Нравственное и Духовное содержание образования Нам чрезвычайно важны Сегодня Обращаясь к молодежи Хотелось бы пожелать им Никогда не знать Что такое военное время Никогда Не получать Какого-нибудь полиатрита В окопах Много чего не получать А знать Что такое радость жизни Что такое семейное счастье Что такое Нянчить детей и внуков Но были и те Которым это Не удалось И мы сейчас Поименно Каждый Кто помнит своих Предков Помолимся о них Здорово Благословен Бог наш Всегда ныне Непрестные во веки веков Аминь Сладухи праведных Скончавшихся Души раб твоей Спаси в упокой Сохраняй их В блаженной жизни Я живу тебе Человеколюбче Спокойся твоим Господи И держать Все святы твои Упокореваются Упокой Души раб твоих Я поединись И человека Любят Слава Отцу и Сыну И святому Внуку И всему Сошедым Отлюз Закомандных Разрешимы Сами души Раб твоих Упокой И ныне И пресные Во веки веков Аминь Единочистая И непрочная Дева Бога Бессемь и неродшая Моли Спастись Аминь Их Помилуй нас Боже Поведи Семьи И милые Светланы Молитесь И услышать И помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Ищи Молимся О покоении Всех Усобших Родом Божьих Воинов На поле Возле И воинов На поле Брани Убиенных Болезнях И кляну Почивших А если Простите Семься Кому Пригрешению Вольному Жать И невольному Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Якоди Господь Бог Учинит Души И те же Праведни Покаяются Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Смерть По правой Диаболу Праздни И живот Него Доровав И Сан Господи Покой Души Усоб И Драгою Божьих Всех Верных Нам Помилаемых И Всех На поле Брани Убиенных От ран И Кончавших Светрудных Работ А если Простите Семься Кому Пригрешению Мести Святой Мести Влачной Мести Покойной А если Боже Более Вчаду Всякое Согрешение Содеянное И Делом Словом И Помышлением Яко Благи Человек Прилит Бог Прости Яко Несть Человека Жить Будет И Не Согрешить Ты Божьих Прям Прям Правда Вовеки Слов Твоя Истина Яко Ты И Воскресенье Живот Покойной То Собча Прат Твою Кресть Боже Нашу Тебе Славу Воссылаю С Аминь Прям Мудрость Пресвятая Богородица Спаси Нас Честнейшую Кирове Славнейшую Бесс Сравнение С Истер Клим Без Истер Бого Слава Родшую Сущую Богородицу Тебе Чаем Слава Тебе Христе Боже Павли Наша Слава Тебе Слава Отсой Сыну Истер Тобом Дух И Присну И Валерий Легко Поминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Благослови Слава В имени верх и обладая Наши Семь Христа Тебе Молитие Пречистое Тебе Матрица Слава Посекает Апостоли Пресек Души Христа Пуся Собо Город Всех Вождей Герои Всех Тран Трен Бесудно Отрудных Работ Прочти Скончавшихся На церкви Братья Наших И всех Сделанных Вопоминаний Всех Правед В недрах Абрама Покоить И с праведными Супречить И нас Поделать Яхто Благослови Любовь В блаженном Сти Вечный Покой Подожди Господи Усопшим Робом Твоим И Сотвори Вечную Память Вечная Память Вечная Память Вечная Память Души Их Волоних Водворяться И Память Их В Род И Род Вечная Память Царствия Небесного Всем Почившим Отцем И братьям Нашим Аминь Все И Вupid Война Постепенно Уходит в прошлом Становятся лишь straniards Истории Прошли десятилетия, пройдут века, десятки веков. А она, всеобъемлющая народная память, будет так же свежа, как свежи, не увядающие цветы на братских могилах. И так же вечно, как вечный огонь, сожженный родиной у подножья обелиска, венчающих воинскую славу ее известных и неизвестных солдат, ее верных, доблестных защитников. И чтобы почтить эту память, просим всех участников акции свеча памяти возложить цветы к вечному огню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Благодарим всех участников торжественного мероприятия за то, что вы помните, за то, что вы пришли сегодня сюда, чтобы сохранить традицию, которая стала поистине народной. Акция свеча памяти на территории городского округа Матищи объявляется закрытой. Всем большое спасибо. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ